Мы в Сибири, в подземных камерах НКВД. Прадедушку Дениса Карагодина, Степана, привели сюда в 1937 году. Он был арестован по сфабрикованным обвинениям в шпионаже в пользу японской военной разведки и расстрелян. Тайно. Много лет спустя его правнук решил найти убийц. Шансов на то, что они все еще живы, почти не было. Но для Дениса это не имело значения. Он мой прадед. И этим делом занималась вся наша семья. С дня его ареста, с ночи его ареста, с 1 декабря 1937 года. Каждый из членов семьи делал то, что от него было возможно, зависело. Затем последовали пять лет тщательного расследования. Пока в конечном итоге Денис не получил от ФСБ этот документ. Акт о расстреле его прадедушки. Внизу имена трех палачей. И понял, что я их всегда стал. Я понял, что я это все запущу. Я просто шел и чувствовал огромную силу и мощь, которая есть теперь у меня вообще от всех этих убитых людей. При Сталине сотни тысяч советских граждан были объявлены врагами народа и казнены. После смерти диктатора новое советское руководство реабилитировало многих его жертв. Но убитых невинных людей было уже не вернуть. В Томске вот одно из мест, куда предположительно сбрасывали тела. На окраине города. Расстрельный ров Каштачной горы. Сегодня российская власть пытается создать положительный образ простого. Она особо выделяет победу в Великой Отечественной войне. И подчеркивает, что СССР был суподержавый. Но то, что происходило здесь, тайна, напоминание о самой кровавой странице советской истории. Преступлениях сталинского режима против своего народа. Но это также история о примирении. Несколько дней назад Денис получил неожиданное письмо. Его написала внучка одного из палачей его прадеда. Она попросила у него прощения. Он ответил, что его семья никогда не будет ни в чем ее винить. Машинный террор управлял Сталин. Но в движение ее приводили, совершали эти убийства обычные люди. Жертв того времени было так много, что многие в России до сих пор с трудом пытаются осмыслить свою жестокую историю. Стив Розенберг, BBC, Томск.